Как ты встречал, видел спотика в тюрьме? Очень негодую, что вообще существуют такие как бы люди. Мы не думали о том, что мы работали на поры. Мы решили просто пиздить закладчиков и наркоманов. А ты тоже так вот по зверинам убил, нет? Друг, не надо тебе. Просто не касайся нахуй, не суйся больше сюда. Ты давай, короче, с завтрашнего дня отрабатывай бабки. Давай, я вас там расх***ю всех, дебилы. Явки с повинной будешь писать в полицию? Иди, куда-нибудь нахуй, не догоняйте. Я не хочу, чтобы ты тут проходил все. Всех приветствую, друзья. Бандит из 90-х увидел мой предыдущий выпуск про банду отморозков-спортиков. Он просто офигел и захотел выйти с ними на связь. Прямо сегодня, прямо сейчас, в этом выпуске вы увидите разнос банды-спортиков, кто они такие на самом деле. Бандит поставил точку в их деле и объяснил, кто они и как они себя ведут. Поэтому смотрите, это очень жалкое видео. Я надеюсь, что каждому из вас оно зайдет. Но попрошу каждого из вас посмотреть его до самого конца. Это просто урет, это просто пушка. Вы не пожалеете, я вам обещаю. Братан, в общем, я пришел к тебе по такой теме. Ты видел мое видео про спортиков. У тебя большой криминальный опыт, большой тюремный опыт. И ты мне записал после выпуска огромное голосовое сообщение. Ты был очень злой на этого спортика и в целом на всех их. По поводу спортиков вот этих, то, что солевых там бьют, калечат, короче. Я тоже много знаю историй. Я их много видел и в тюрьмах, бля, встречал, короче. Ну, как бы они не называются спортиками, это вообще, блядь, называется они каратели. И как бы им даже задавались вопросы, короче, блядь, ну, они типа, какая цель? Вот вы так вот людей лупите, какая цель, короче, у вас в этом? Поэтому сегодня я у тебя в гостях. Я надеюсь, что мы с ней очень интересно поговорим. И ты поделишься своим опытом, как ты встречал, видел спортиков в тюрьме, как они там относятся, да и в целом вообще свое отношение к ним. Какие-нибудь истории интересные, я уверен, что они у тебя есть. Встречал ли в тюрьме? Нет, у меня есть много, да, у меня есть много чего, о чем поговорить, много рассуждений по этому поводу. Встречал ли в тюрьме? Да, встречал. Встречал, причем, я не знаю, откуда делось это выражение вообще, спортики. Это как бы, ну, назывались они на тот момент каратели, вот это вот последний срок я когда отбывал, 15-й год, вот они начали тогда уже заезжать, вот. Были разговоры, да, вопросов нет, что там, ну, как вы, типа, там, можете, знаешь, там, ну, за деньги, короче, бить человека, грубо говоря. Ну, это вот потом уже, да, там, то есть это, ну, 50 на 50, как бы, 50 процентов уходит, как бы, знаешь, из людской массы, то есть, ну, грубо говоря. Из людской массы, это как понять? В шерсть, в козлятник, вот. Это что значит? Ну, значит, просто, ну, все красное становится на стороне администрации, работают там с ними, известно, завхозы там, дневальные, блять, кто они там, библиотекари, знаешь, всякие, короче. Ну, на должность встает, ну, потому что, ну, нету места среди, как бы, ну, людей, да, мужиков, да, в принципе. Ну, смотри, вот они, вот, предположим, условно, спортик вот заезжает в тюрьму, да, вот, начнем так, изначально. За свои деяния, то, что он там бил, там, этих закладчиков, то кидал магазины и так далее. Вот он заходит и рассказывает. О, его же спросят, за что он поехал? Да. Он же должен объясниться, что я работал на Байо-Ягу и ломал нечестных продавцов. Почему? Ну, как бы, я не знаю, ну, это все узнается, как бы, в процессе сидения, там, уже через, там, я не знаю, неделю, две, там, месяц, два, там, как-то, нечаянно. Как бы, человек просто заезжает за 111 статью, то есть, нанесение тяжких телесных повреждений, там, группы лиц, короче, ну, по третью часть, в принципе. Сколько им дают таким вот? Типа, 5-7, 3, 5-7, ну, такие вот, 40, короче, ну, не больше десятки. Давай прямо сейчас наберем спортику. Кто это такой? Вот, который в выпуске у меня был. Я сейчас поговорю просто, там, уже разберемся. Алло, да, здорово, здорово, вот, короче, мы снимаем сейчас видео, я тебя заранее предупреждал, вот, сейчас Вадим, с тобой поговорит, вот, держи, Вадим. А его будет слышно-то? Да. Здорово. Здравствуй, Вадим. Слушай, а сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 20. 20 лет? Нет, просто мне, я не хочу, там, ни в коем случае, ты не подумай, там, какие-то там претензии к тебе, или еще что-то, просто хочу, как бы, ну, разузнать, понять вообще, всю эту, всю эту, как бы, картину. Я тебе, я, давай, я начну, объясню тебе. Давай, давай. Конечно. На тот момент нам было, ну, команде было от 17 до 19 лет. А что, как понять, команда, а что за команда, подожди, откуда вы взялись вообще, как вас вот, ну, нашли, допустим, привлекли к этой деятельности, каким образом? Был человек, он из СПБ, он мой знакомый, вот он предложил в эту движуху влиться, вот, было несколько пацанов, мне было тогда 18 лет, мы занимались боксом, тренировались. А занимались, у тебя, у тебя есть какие-то там регалии, достижения какие-то, разряды? Нет, мы чисто, чисто для себя занимались, учились, учились. Я адекватный, я адекватный, нормальный человек, мне вот-вот скоро в армию, у меня вот-вот будет высшее образование, то есть от всех пацанов адекватный и нормальный. Мы, как бы, 18 лет, в отличие от своих сверстников, которые там бухали в падиках или еще какой-то хуйней занимались, мы решили просто, мы решили просто пиздить закладчиков и наркоманов, так сказать, немного почистить свой город небольшой от дерьма этого. Вот, устроились в магазин наркотический, ну, а больше никак, закладчиков, ну, нельзя их поймать, бля, только, а магазин, это самый легкий способ, то есть, если ты устраиваешься в этот магазин, он тебе скидывает эти данные, все данные, и паспортные данные, и где он находится, бля, сейчас, и во сколько... Ты же его друган бьешь не за то, что он закладчик, ты же его бьешь за то, что он там деньги спиздил у этих, как... Нет, 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 пойми, наоборот, мы их били не потому, что они косячили, что-то там променились перед магазином, или вес украли, или перестали работать. Вот, кстати, насчет перестали работать, да, вот они поработали, бабла срубили, там, бабло у них закончилось, они что, у них есть же такой вариант, что они просто устроятся работать в другой магазин, и так же пойдут раскидывать. Ну, как бы не есть такой вариант, а так и будет, скорее всего, конечно. Вот, вот, и мы их били не потому, что там, они вес пиздили, или переставали работать, мы их пиздили, потому что они закладчики, потому что они распространители, сука, этого дерьма всего. Ты не смотрел, Вадим, видео, которое вот вышло на этой неделе у нас? Нет, не видел, не видел. Вот, я там, люди, комментаторы, они не поняли, зачем это видео было вообще снято. Это видео было снято с такой, с поучительной целью, чтобы, блядь, донести до людей, чтобы они не касались вообще сферы наркотиков, вообще никак обходили ее стороной, блядь. И я некоторые моменты там рассказывал, но рассказывал я их не полностью, чтобы люди поняли, что на самом деле это, блядь, опасно, нахуй, если ты там работаешь, и это все наказуемо, абсолютно все наказуемо, нахуй. Но люди, 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 люди не поняли, блядь, для людей я и пацаны мои оказались просто там черти, бесы, чего только не писали эти комментаторы, блядь. Только они не понимают, что, блядь, мы били их, нахуй, не потому что они косячили. Подожди, давай я тебя перебью, но они как бы не понимали, так это уже и никто не понимал, понимаешь? Мы с тобой сейчас общаемся, ты мне рассказываешь, знаешь, абсолютно всю историю, от начала до конца, так сказать, в оправдательной, в какой-то ноте. Я же тебе ничего не говорю, просто мы начали разговаривать с тобой о том, что мне интересно, как ты туда попал вообще, и как это все получилось, а ты мне сразу начал рассказывать, что ты их бил не за то, что они там накосячили, а за то, что они просто закладчики. Вот, так это же надо было, это надо было тогда в таком случае просто ловить их, не бить за то, что, короче, прямо, а вот озвучивать на камеру, что вот, ты, короче, закладчик, гуляй, и вот, ну, на тебе там по шапке, да и то, там, знаешь, не там, не палками забивай. А ты тоже так вот, ну, смотри, ну, как вот, в общих чертах, знаешь, скажу, так вот, по зверинам убил, нет? Нет, смотри, мы что делали? Вот, в том видео, которое мы выставили. Не ори, все, не ори, не ори, в камеру смотри, в камеру смотри. Простите мне, пожалуйста. Сняли, про первый свой заказ я рассказал, там был пацанчик 17-летний, мне на то время было 18 лет. Этот пацан, он два месяца распространял наркотики по моему городу, и потом просто пропал со связью, магазин нам его заказал. Как там писали комментаторы, типа, вы его ребенка 17-летнего избили толпой, да, блядь, я один его бил. Я его бил один, как только мы сняли доказательство магазину, что вот мы его избили, я этому придурку, блядь, объяснил мне на камеру, что, блядь, друг, не надо тебе, просто не касайся нахуй, не суйся больше сюда. Все. А скажи, это как он, а сколько вот, ну, бабок вы получали, получали его за заказ, ну, ты тут, например. Да нет, там, понимаешь, там... Что там, по трешке, да, по какой-нибудь давали? Например, магазин, магазин, он же может попросить просто лещей надавать, или просто напугать лещей надавать, или жестко избить. Это вот от этого. Если жестко избить, то пятнашка. Вот, кстати... На всех или на одного на тебя? Нет, на всех, на всех. А я вот и объясняю, что, как бы, в деньгах, ну, не нуждались, не нуждались. Люди в комментариях писали, идите работать на завод. Да я работал, блядь, на мебельном заводе, пахал, тоже, как и пацаны, по 12 часов за смену, блядь, за 1200 рублей. Тоже работал на заводе, то есть, эти комментарии люди не поняли, нахуй, с каким посылом, для чего снято это видео, блядь, вообще не пахал. Ну, я просто тоже, знаешь, свои видео иногда смотрю, я тоже читаю, там, знаешь, комментарии всякие, и мне хочется, блядь, прям, ну, позвонить, сказать, что, нахуй, ты пишешь, там, это говно, короче. Да, да. Да, да. Ну, да, что ты... Я же сейчас тебе позвонил не для того, чтобы ты, понимаешь, комментарии обсудил, там, ну, вот, рассказал ты, то есть, ну, история же в другом совсем. Понимаешь, просто ты мне так и не рассказал вообще, как, как вообще вот туда устроились, ну, как, да, как там, вот, допустим, как платили вам за это, как, ну, сильно наказать там, не сильно. Вот, смотри, я просто, ну, ты знаешь, такая скоротечная какая-то мысль идет, вот, когда вот человека бьют, ты понимаешь, вот они, вот, смотри, вот я вот вижу, да, вот эти видосы, вот, он, короче, блядь, бьет, пиздит, там, знаешь, там, переломали ему уже пальцы, короче, блядь, на руках, вот, там, весь он там уже, короче, переломанные, ребра у него сто процентов, потому, что там, блядь, дубинами его хуячат, короче, вот, и ему говорят, короче, что, блядь, это, как его, нахуй, ты давай, короче, завтрашнего дня отрабатывай бабки, ну, все это, мы не были, отрабатывай бабки, как отрабатывай, если мы месяц, блядь, в больнице лежать надо, нахуй, отрабатывай бабки, блядь. Мы такими не были. А то, что, а то, что, ну, понятное дело, что не были, что, кто, это, кто бы сомневался, что вы сильно не били, блядь, лещей давали, да и все, хуй, да? У нас был один заказ такой, кстати, вот, заключенный, который только что освободился, и он сразу пошел работать с закладчиками, по-моему, он своровал вес, и их трое приехало, да, их приехало трое, одного прям жестко загасили, по-моему, даже ребра ему сломали, блядь. А у второго открыли портфель, а там, блядь, ну, вес, нахуй, в портфеле, пакет, по-моему, травы или кашиш, нахуй, вот, что-то такое там куда дели куда дели заставили их сожрать это все а если бы они умерли от передоза какой-нибудь хуйни ты же не знаешь что они там едят правильно да знаешь лично мне этих людей не жалко как бы они же сами убивают население он же это закладчик живет в россии и убивает свое я с тобой согласен что это как бы нахуевая тема что там закладки убивает не убивает там знаешь это ну вот тут понимаешь что же разговор идет о другом ты просто в силу своей молодости наверное не понимаешь таких вещей что как бы ну и есть как бы там мои за этом карма элементарная есть как бы человеческой жизнь которая она как бы она ни cosas нет она не то что ничего не стоит она бесценно понимаешь вот и когда короче как бы другой человек физически вмешивается прочесть или другого человека это как бы мы наказуемо это наказуемо со стороны Я не скажу, что там закона или еще что-то, а само по себе, оно же как бумерангом возвращается. Да, да, я это понимаю. Я думал, думал, блядь, рано или поздно это все же вернется. Причем это возвращается все, знаешь, как в десятикратном размере. Да, да, да. Я, Вадим, с тобой согласен. Я думал, что нас рано или поздно закроют, блядь, посадят в тюрьму за это сделать. Я, знаешь, пришел к такому выводу. А не боялся, не боялся ты в тюрягу-то угреты за это? Ну, как тебе? Тебе не было бы стрёмно, допустим, вот смотри, давай мы с тобой такой момент обсудим. Вот ты, короче, ты заехал за то, что ты бьешь людей, короче, ко мне в камеру, блядь. Ну, это просто вопрос. Ты там начинаешь рассказывать, а я там, короче, за трешку по зубам нахуй давал, блядь. Ну, ты знаешь, что это сразу же, короче, блядь, ну, как бы к человеку, блядь, ну, вот я бы, например, относиться стал бы так чисто скептически, как бы, знаешь, ну, для меня бы его просто не существовало бы. Я бы не то, что там бил бы, там, или еще что-то, короче, да не, зачем? Это, ну, оно само потом придет, блядь. Ну, я тоже, я долго думал, наверное, я каждую ночь, скорее всего, думал, пока мы работали об этом, что нас рано или поздно или посадят в тюрьму, или... Он тоже с любой, что ли, блядь? Я бы съел, и до сих пор бы сидел. То есть мы все делали осторожно. Мы, ну, блядь, избил ему, да, по башке надавал, и после того, как избил, объяснил ему, что, блядь, ну, не надо тебе это. Ну, не надо, блядь. Потому что если человеку большинство, вот большинству, если будешь объяснять, не бить их, а просто объяснять, они просто на следующий день забьют хуй и все, и дальше же будут делать свои дела. То есть, если их не бить, они, скорее всего, не поймут, блядь, ну, потому что это Россия. Да, их если и бить, они не поймут, понимаешь, это люди, как бы, ну, скорее... Ты же понимаешь, что это 98% из этих, блядь, закладчиков сами, блядь, употребляют вот эту хуйню. И сами постоянно под ней находятся, блядь. Ну, стоя, вот ты стоя, вот смотри, ну, логично, блядь, что объяснять человеку, который и так нихуя не понимает, блядь, не понимает даже, где он находится, блядь, что ему, блядь, как надо жить, блядь. Нахуй ему это надо, блядь, нахуй ему это надо, блядь, ну, и, блядь, ну, побили, ну, побили, что зажило, блядь. Ну, ему похуй, у него в мозгах только другое, у него два полушария сами по себе работают, у него нету там никаких нейронных соединений, блядь. Ну, вот ты сейчас говоришь, конечно, конечно, и в то же время ты, как бы, ну, делал вот такие вот вещи, понимаешь. Конечно, конечно, и в то же время растения бил просто. Я вот в видео такие слова сказал, что виной, ну вот, процентов 60 того, что, блядь, вина вот эта вот, это на воспитании, скорее всего, человек лежит, блядь. На воспитании, а вот остальные 40, это вот недостаток, скорее всего, финансов, нахуй. Вот оно. Ну, это лично мое мнение. В комментариях нас выставили там, как, блядь, черти, бесы, ебать. Да, блядь, наркоманы, вот тот же самый телеграм-канал у Никиты, там сколько есть видео, где просто наркоманы, нахуй, хуйню творят. Вот, блядь, наркоманы, блядь, смотрел вот видео у Никиты в телеграм-канале, просто вырвали, блядь, тросом, машиной, нахуй, дверь в подъезде, чтобы достать закладку, нахуй. Вот они, черти, блядь, вот они, бесы, нахуй. А эти комментаторы, блядь, их защищают, блядь, бьете людей за деньги, блядь, работаете на магазине. Ты не понимаешь, так это, ну, если бы их били бы за то, что они такие черти и бесы, это один разговор, тут же другое. Ты мне сейчас говоришь, что мы на самом деле их били за то, что они закладчики. Это вот сейчас первый раз, это, может, все вообще узнали за то, что ты там бил их за то, что они закладчики. И то, понимаешь, уже после драки кулаками-то чё махать. Когда с Никитой встретился, я в первую очередь вот это сказал, что мы, блядь, били их не потому, что они там косячили, а потому, что они закладчики, потому, что они распространители. Это я первым делом Никите сообщил, блядь, самым первым, чтобы он не подумал, что мы, блядь, какие-то там ебанаты, нахуй, конченные, блядь. Никит, сколько можно играть? Уже видео надо доехать снимать, подписчики заждались. Сейчас, подожди, мне посоветовали сайт GTX, на ютубе видел кучу рекламы, вот прям сейчас зашел, зарегистрировался, проверить, как это работает, завел баланс и буду пробовать вообще разбираться в этой всей теме. Вот я ставлю 3000 рублей в игре Crash, запускаю, вот видите, ракетка летит, и то есть можно забрать, сейчас я попробую на дружке забрать. Бах, все, выиграет. Но опять-таки, это не тема, не схема, это чисто азал, чисто удача, это не значит, что вы зайдете сюда и будете бизнесменами, вы можете больше не работать и вы можете только зарабатывать деньги здесь. Нет, еще раз повторюсь, это не схема, это не тема, это всего лишь игра, это развлечение. Сейчас поставлю 5000 рублей, попробую что-то с этого вынести, на x2 мне будет достаточно просто. Я успел? Успел, успел, все, выиграет, 10 тысяч рублей. На этом сайте простой и быстрый вывод. Да и те, кто хочет попробовать, с GTX я договорился, а не дарить для моих зрителей уникальный промокод, который даст вам плюс 50% к вашему депозиту. Да и те, кто не хочет загружать сюда свои деньги, просто делайте репост с группы их ВКонтакте и просто получайте 100 рублей на баланс. Также за вступление в их телеграм-канал каждому на бонус 5 рублей. Специально для вас я оставлю ссылку, закрепленные комментарии. Переходите, попробуйте, но помните, что это фарт, это азарт и ни в коем случае ни тема, ни схема и ни средства заработка. Просто развлечение, просто азарт. Поэтому погнали. Ну мы, блядь, когда за нами приехали эти чеченцы, ну скорее всего чеченцы или азеры, я не знаю, ну такие южные лица бородатые, блядь, мы не успокоились. Мы не успокоились, мы от закладчиков перешли к наркоманам. Просто у нас было три машины, которые дежурили в трех местах, нахуй. Сообщали друг другу, кто приехал, кто уехал, или таксист привез, там наркомана, который за весом, или еще что-то. Просто пиздили их. Я считаю, ну, с одной стороны, конечно, это неправильно, блядь, а с другой стороны, он приедет дома, обдолбается. Тут же речь идет о том, пиздили-пиздили, тоже рознь, понимаешь, ёпта. Одно дело, пиздили, подошел, дал пинка под затыльник, нахуй, а другое дело, переломал нос, ноги, пальцы, блядь, вывернул, там, я в жопу вы***л, короче, блядь, зеленка облевана, твои волосы сжег, ёпта. Мы не зверствовали, мы не те спортики, вот многое... Вообще, подожди, вот это слово, вот это слово, спортики, ну, я еще не могу отнести вот к разряду этих людей, блядь, ну, спорт это... Вот скажи, пожалуйста, ты боксом занимался, сколько лет ты занимался боксом? Почти два. Почти два года. Тебя, вот скажи, пожалуйста, тебя вот учили, у тебя был такой лозунг в школе, что бей, блядь, группой, нахуй, человека, ёпта или как, показывай, показывай то, чему тебя тут учат, там, где-то, блядь, чтобы кого-то наказывать? Или тебя, или тебя учили, что ты, блядь, должен, как бы, ну, защищать слабых, короче, защититься сам и уметь постоять за себя, блядь, наверное, этому, все-таки? Ну, скорее всего, да. Ну, не скорее всего, да, потому что я сам занимался спортом, блядь, много лет, и, как бы, я знаю, что это такое. И никогда в жизни, вот я, допустим, не подниму руку на человека, который слабее меня, ну, заранее знаю, то, что я его сейчас побью, блядь. Ну, могу просто, там, в виде, в виде, знаешь, там, каких-то, блядь, ну, как наказание какое-то, опять же, там, пару подзатыльников, ёбнуть, сказать, иди отсюда, чёрт. У нас не было такого беспредела, мы не били, там, слабых или ещё кого-то. Подожди, 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 как понять, не били слабых, если вы, там, ну, 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 они же слабее, по сути, вот так вот, давай разберёмся, но они же слабее. Вот первый мой заказ, пацанчик 17-летний, вот сейчас я вешу 64, в 18 лет я весил меньше, а этому 17-летнему, блядь, он весил под сотню, нахуй. Ну, так наоборот, пизжи, ёб ты, наоборот, блядь, когда-то легче, блядь, пизжи замотать, а то в 100-килограммовую тушу, эту, блядь, что ты мне рассказываешь-то, блядь. Если ты, если ты к тому, что, если ты к тому, что, блядь, слабых там не обижали, ну, я просто, у меня, у меня, у меня... Я вообще хотел с тобой пообщаться. А, давай, пообщаемся, значит, чего-нибудь. Пообщаться, вот, при встрече, блядь, и только не получилось, вот, пока я в Питере был, не получилось. Я очень хотел, я, я вот хотел спросить тебя, блядь, всё-таки ты много знаешь, и старший, и опыт у тебя, и мудрость, как бы, блядь, правильно ли, правильно ли это или неправильно, вот этим делом, которым мы занимались. Заниматься этим делом, конечно, неправильно, 100% неправильно, вообще, и прям, я, ну, очень негодую, что вообще существуют такие, как бы, люди, и которые называют себя спортсменами, блядь, и которые вот так вот делают, очень негодую. Есть, как бы, ну, знаешь, есть, там, короче, ну, цель наказать, там, закладчика, да, там, блядь, ну, если у тебя есть такая цель, ну, приехай к нему, там, что, возьми его за шкирку, блядь, объясни ему всё, не понял, короче, ну, ещё раз объясни, блядь, ну, как, ну, сдай его, вряд ли, реабилитацию, блядь, чтобы он там вылечился, нахуй, ёпта, пришёл там, мы же начали сдавать их в органы наши, ну, в полицию, так сказать. Вот это вообще пиздец какой-то, зачем, для чего? Да я не знаю, мы как-то хотели сказать. Ну, ты представляешь, что ты мне сейчас говоришь, ну, значит, привели человека, короче, его хуяк на 15 лет угрели, блядь, да хуй его знает зачем, я ей, говорит, не знаю, блядь. Мы сдали двоих, ну, ну, их не посадили, да? Нет, нет, один, один вот из двоих, мужику было лет под 40, и он малолеткам давал мертв. Зачем, чтобы они у него пососали, наверное, да? Ну, а почему вот его в органы не сдать, как? Ну, его, вот, его как раз-таки не надо было в органы сдавать, его можно было на органы сдать, ёпта, а в органы не надо сдавать было, зачем? Нет, я шучу, на самом деле, нет, ну, давал, нет, ну, как его, блядь, хуй знает, ну, сдали, наверное, я не знаю, что сказать в этом, я просто дал бы ему, блядь, пиздюлей, сказал бы, что, блядь, больше бы я его не видел вообще в этом месте, нахуй, на глаза, чтобы мне не попадался, потому что ты один, ну, не сможешь всё это, блядь, убрать, всё это очистить, понимаешь? То есть, если там, ну, есть такое желание. Ты знаешь, понимаешь? И поэтому, ну, как бы, сам твой вот вопрос, я тебе отвечу, то, что, как бы, ну, я считаю, что это очень низко, очень подло, блядь, и очень, я не знаю, как хуёво, короче, заниматься вот такими вот вещами. Карать, карать, знаешь, людей, которые, блядь, ну, психически больные, блядь, то есть, это, ну, непосредственно зависимые от наркотиков, блядь, и надо карать вот этих людей, которые дают им эти веса, блядь, понимаешь? Вот надо было собраться, вот надо было собраться и дать пизды тому, кто, короче, навёл, вот, потому что он, он изначально, он изначально, ну, вот, ну, блядь, не выйдешь, вот, вот, видишь в чём, вот, ну, на них не выйдешь, ну, хуй с ними, будем бить, короче, закладчиков. Не, ну, тут вот рыба-то гниёт с головы. Ты понимаешь, что если человек, как бы, ну, хочет зарабатывать деньги тем, чтобы класть клады, да, если он будет не употреблять сам, если он будет сам не употреблять, а вот именно зарабатывать деньги, то он, в принципе, если его, блядь, не сдадут, нахуй, в работодатели, он никогда не попадётся. Ну, да, ну, да. Понимаешь, а те, кто попадаются, вот эти вот, ну, это больные люди, блядь, ну, их, ну, даже, это просто, нахуй нужны трогать их, не знаю. Явки с повинной будешь писать в полицию? Смешно, мой вопрос. Ну, а что? Да, в смысле, я, 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 честно, Вадим, не считаю, что я где-то не прав, где-то я поступил не по совести, не по справедливости, ну, в моём понимании. А я считаю, я считаю. Ну, вот мнения и разошлись. Конечно, ну, оно, оно, то оно и мнение, что оно у каждого своё. Вот, я считаю, потому что я, как бы, как бы сам, говоришь, больше повидал, больше проживал, у меня больше опыта и мудрости, скажем так. Вот я считаю это неправильным, ну, то, что ты делал, вот непосредственно ты. Ну, я вот смотрел интервью твоё. Да. Никита же тебя спросил, пожалел ли ты вообще о содеянном, о делах содеянном раньше. Да, да. Ну, ты же сказал, что не пожалел, так? Почему? Нет, я, я, как понять, не пожалел, ну, как, я там такого, посмотри видео ещё раз, я так не мог сказать, ну, что вот прям не пожалел. Ну, может, я и ошибаюсь. Ошибаешься, конечно. Мне кажется, что ты сказал, что я не пожалел. Я везде всегда, я, как бы, ну, об этом говорю, что я, ну, жалею содеянным, конечно же, как нет. Ну, вот, короче, такую хуйню мы творили. Ну, как, с одной стороны неправильно, а со второй... Это неправильно, это неправильно, это, неправильно, это даже со стороны, знаешь, вот если... А с какой стороны не посмотри? По стороны, посмотри со стороны, как бы, если... Как это обобщенно берется такое слово, я не знаю, как это назвать, но называется понятие, если со стороны вот этого посмотреть, ну никак, работали вы на барыгу, на человека, который травит людей сам же, и ты говоришь, что ты бил людей, которые травят население, а в итоге получал деньги от человека, который то же самое делал, только оптом. Понимаешь, мы не думали об этом. Ну конечно, не думали, поэтому я тебе сейчас и говорю, что ты говоришь, я не считаю, что я что-то где-то сделал, я тебе пытаюсь просто объяснить, что сделал, ты говоришь, мы не думали об этом, а я тоже никогда не думал, сейчас вот думаю, понимаешь, поэтому я тебе как бы и говорю, с высоты прожитых лет больше даже. Ну, мы не думали о том, что как бы мы работали на барыгу или что, ну у нас, знаешь, как бы, у нас вот человек нам давал, блядь, координаты закладчиков, вот мы ехали их, наказывали, ну просто били, потому что они закладчики, всё, вот чем мы занимались. о том, что они вес пиздили, то, что мы работаем на парыгу или они ушли с этой работы, мы об этом даже не думали. Мы просто ехали быть закладчиком, а о остальном вообще даже не думали. Молодые поцелуги. Ну да, а также тоже, представишь, как вот нечаянно взяли кого-нибудь, убили бы, блядь. Нет, мы бы не допустили такого. Ну как ты можешь такое говорить? Да нет, ну ты тоже вот сейчас, ты мне сейчас говоришь, знаешь, ты пытаешься, вот я перефразирую немножко, ты пытаешься преподавателю, блядь, рассказать, короче, блядь, что дважды два, нахуй, не четыре, а пять будет. Как так мы бы не допустили? Я знаю, сколько таких случаев видел, слышал, блядь, я не знаю, знаю там, короче, что мы бы не допустили, да мы хотели просто припугнуть, блядь, да так вот получилось, нахуй, ой, да оно случайно, блядь. А все думали, что мы бы не допустили, все приехали, там, знаешь, там, грубо говоря, там, просто кому-то там, блядь, дать поебу разок, нахуй. Вот, а уехали по 105, блядь, за убийство, то бишь. И также потом тоже сидят, знаешь, короче, там эти, блядь, передачи с чайами, сигаретами получают и думают, ебаный в рот, просто хотели припугнуть. А ты, а ты просто, короче, за кланчика бил, блядь. Скажи, а вот, люди правда говорят, что сейчас в основном молодежь сидит под 28? Ну, блядь, наверное, да, я не знаю, я уже, как в седьмой год уже не сижу в Тюреге, наверное, да. И, как бы, ну, я не общаюсь, я общаюсь, как бы, со своими старыми, там, друзьями, приятелями, там, с людьми, кого я знаю непосредственно, но, которые отбывают наказание, вот, и, ну, мы, как бы, не разговариваем о том, в основном, молодежь, за что сидит. Поэтому я тебе не могу ответить на этот вопрос, вот, так что давай, там, берись, так сказать, берись за ум, занимайся спортом, но только о других целях его применяй. Да, Вадим, это же было, ну, уже год прошел. Нет, да я ничего ж не говорю сейчас-то, я просто, как бы, ты, я тебе сказал свое мнение, ты мне свое, как бы, видишь, мы, вот, просто поговорили. Все, давай, давай, на связи, позже созвонимся, давай. Не, ну, он же там, что, он же, как, ну, нормальный, я имею в виду, мы же, там, не ругать его. Ну, ты ума зму ему. Можно было его сейчас, короче, и, блядь, он бы молчал бы просто в трубку, не надо ничего сказать. Ну, понятно, как ты разговаривал с этими, с Бангазеем Ханна. Алло. Алло, астала маленько. А, здорово были. А как не говоришь, ты только что мне сказал, что со шлюх, блядь, капают деньги в зоны и в лагеря. С каких это пор-то, ёптой мать, ты чё, блядь? Да нахуй мне твоя система, подожди, ты мне сейчас нахуй начал под лагеря подводить то, что со шлюх, лагеря и зоны получают бабки. Дорогой, слушай меня внимательно. Ну. Я по телефону не буду жаржать, да? Конечно, не буду, ёптой. Тогда жди гостей, дорогой. Давай, гостей, давай. Я вас там расх***ю всех, дебилы. Вы там все ляжете просто, урод, ты, блядь. Ты не понимаешь немножечко, блядь. Слушай, ну давай, наверное, знаешь, что мне интересно? А, что? Касаемо вот в тюрьме, да, вот каратели, вот, спортики, когда заезжают в тюрьму, их, ты говоришь, там называют каратели, да? Ну да. Как они? Ну, вообще, не подожди, не то, что их там называют, а вообще, как бы, вот, люди, кто так делает, они, как бы, называются каратели. Это никакие не спортики. То есть, они в авторитете в тюрьме уже не могут быть? Конечно, ну нет, ёптать, ну нет. Вообще, да, никак без вариантов? Ну, конечно, ну как, он может, там, я не знаю, там, у себя там в камере, где 8 человек сидит, ёптать, какой-то там что-то. Там где-то, да, на физике вытянуть, а на общике уже никак. Да, 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 а когда, как бы, ну, попадет к людям, и когда все это, ну, это в любом случае, это все всплывет, и, блядь, ну, это будет не очень. Ну, а смотря, что за человек, блядь, ну, еще тут можно тоже по ситуации, знаешь, смотря, что за человек, блядь. Ну, если вот там вот так вот, вот так вот заехал, как вот этот пацан так больше тебе рассказывал, да я хотел, я вот бил, я забрал и делал. Ну, иди отсюда, ёптать, я бы сказал, блядь, иди куда-нибудь, нахуй, не догоняйте, я не хочу, чтобы ты тут походился. Ну, в плане, я имею ввиду, там не то, что с хаты прям выгонять, короче, а, блядь, ну. Ну, смотри, давай, предположим, условно, даже не про спортика, а про его хозяина, хозяина ты, то есть барыга, вот в твои первые сорока, когда ты только заезжал, вот когда барыги заезжали, с них же спрашивали, они же бабки не слили, в кассу вам всем. Было такое, да. Что с ними, их же доедено, как коров, правильно? Да, конечно, конечно, я тебе больше скажу даже, я отбывал наказание сейчас вот в последний раз, и у нас был, в отряде у нас сидел человек, который непосредственно, у которого работали магазины, он из тюрьмы, они работали, а точнее, они у него работали на воле, потом его посадили за это, дали 12 лет, и из тюрьмы они у него так же работали, блядь. Ничего себе система, и он уделял там всех, грел там? Да, он не то, что уделял, грел, блядь, он как бы он узнал, куда отнести, там в одно, в другое место, короче, и все. Его никто не трогал? Да, его никто не трогал, блядь. А полиция, сами сотрудники знают, что он барыга? А никто ничего не может сделать с этим, он у него ничего нет, он ничего не продает, блядь, у него ничего нет, на хуй. Он связи на трубку доставал? Просто там, не то, что трубку доставал, а кто-то там работал, он просто там на обычном кнопочном телефоне держал все это на контроле, блядь, с людьми там на связи и все с нужными. Просто умный человек, как бы я считаю, потому что у него там образование, ну вот, и я с ним разговаривал тоже вот на эту тему, тогда еще это не было так настолько популярно, как бы это, ну мало кто знал вообще, что такая херня, блядь, есть. Но вот я с ним разговаривал на эту тему, и вот он говорит, что в силу того, что как бы, как это, ну кинули, кинули, но у меня, говорит, от этих там 5-6 грамм него будет, вот тогда соль продавал, вот. У меня, говорит, у него будет, но этот человек больше ко мне не вернется, и все. Ну, то есть он оценил, говорит, ну работу свою в 6 тысяч рублей. Нахуй мне, говорит, он нужен, ловить его, бегать, там за ним кто-то будет, еще что-то, блядь, ну хватает, говорит, кого на работу устроить хватает. В то время, наверное, до пик был, там же закладчиков этих людей. И плюс ко всему, тут они же еще, ты понимаешь, как делают, блядь, они же работают непосредственно, там может быть не личные контакты, там может еще как-то, ну на связи они с органами в любом случае. Вот, и когда, ну человек, как бы там отработал, знаешь, там сколько-то, какое-то время, там месяц-два-три, просто его сливают нахуй. Все, то есть берут парня, который раскладывает закладки, никакие не нужные деньги, ничего, деньги он и так получит, там откуда, блядь, с верхушки ее. Кто ему его издал, ну, то есть человек, который устраивается, блядь, работать в магазин заранее, короче, у него уже все, у него дорога одна, тюрьма. Ну, тюрьма или вот эти вот убьют, нахуй, пока он там, блядь, будет нечадно жрать мифедрона, того, что ему все время мало-мало, думаю, дай-ка спизжу, короче, нахуй, все. Спиздил, приехали, убили, нахуй, потом заставили отработать, короче, со сломанными пальцами, блядь, пошел там наклал, 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 блядь, и пока клавиши приняли, блядь, на пятнадцать лет уехал, блядь, вот судьба закладчика, по сути. А судьба спорчика этого, блядь, фу, блядь, как его называть, нахуй, за перец, ну, вот это вот, раз, это, ебучий, блядь, раз приехал, кого-то избил, два, полочаря, я не пойму, вот это вот, три тысячи рублей тебе дают, нахуй. Пятнашку на пятерых, там, на десятирых. Ну, на троих, там, ну, сколько они там бьют, толпой вообще? Макдональ сходить, макдональ сходить, покушать. Толпой бить вообще неудобно, я не знаю, когда толпой бьют, ну, я вот, например, блядь, хуй знает, ебт. Они же там друг друга лупят, по ногам, по рукам там попадают тоже, блядь. Что-то как черепашка там закрылся, скрылся, блядь, между ног там пробежал, короче, блядь, схватил кого-нибудь, там, блядь, ну, грубо говоря, там, или убежал, там, хуй знает. Да, ну там на трех человек по пятаку пускай даже будет. По пятаку пускай. Машину на пять тысяч делаешь, ничего. На такси туда-назад, взяли с собой попить, поесть. Сидеть же там еще надо, пока ты сидишь, ждешь. Сидишь, покушал, попил, туда-назад скатался, вот все, пятака нет. Да, пятака нету. А тебе дали просто этот пятак. Просто ты, короче, потратил свое время на то, чтобы кому-то испортить здоровье, и оказавшись еще под риском попасть в тюрьму, скорее всего, ты туда и попадешь, если ты снимал это на видео. Да, и потом уже эти же каналы побайкуют же. Да, это все, эти видосы. Да, и они же сами, и опять же, смотри. Голоса не замазывают, не замазывают. Да есть там, где и замазывают, это похуй. Там терпилу видно, терпилу нашли, все, он все рассказал, кто что, где видел. Там все эти камеры подняли, хуяк папе. По городу, по всему, да. Они сейчас будут заезжать эти кучками-кучками, сейчас это прекратится очень быстро на самом деле. И опять момент какой, что вот эти вот видео, да, которые они снимают, ебаный в рот, как доказательство, да, они отдают за клавиатему главному, этому их нему, блядь, короче, кренку, ебтый, да, который банчит, нахуй, всей этой хуйней. И оно потом попадает в интернет, блядь, его выкидывают потом. Откуда оно берется-то? От него же, ебтать. Ему дали, короче, он взял его, отдал там, блядь, продал, перепродал, там, скинул, хуй знает, что там с ним сделал, блядь. Как человека, блядь, мучают, еб, палками бьют, нахуй. Я не знаю, хуй знает. Ну, вот такая судьба спорта. Я, наверное, сейчас сам устроюсь в магазин, в этот, блядь, спинжу вес, нахуй, буду ждать, когда они ко мне приедут. И сниму контент, да, те. Да, и сниму контент, сделаем засаду, давай сделаем засаду на них, короче, блядь, понял. И, блядь, прям их, нахуй, запеленгуем хорошенько. Слушай, ну, это плохой совет, это сразу там, по сбытам можем поехать. Кому? Нам? Конечно. За что? Мы же кинем магазин, мы уже пойдем на место. Мы заранее, подожди, мы заранее пишем бумагу, нахуй, блядь, что так и так, блядь, граждане начальники, блядь, мы собрали, собрали, так сказать, блядь, общественную дружину, так сказать, в количестве, там, трех-четырех человек, активистов, блядь, которые выступают против, блядь, этого, блядь, насилия, короче. Заранее предупреждаем, что для, блядь, того, чтобы их, блядь, так сказать, поймать, нахуй, нам необходимо, короче, блядь, немножечко нарушить закон, блядь, устроиться в магазин и спиздить вес, который мы можем даже вам отдать. А потом забить еще их. Который мы можем вам отдать даже, и будем ждать, когда они приедут к нам. Как думаешь, согласятся? Кто, легалы? Ну, думаю, блядь, да, а что? Ну, я не пойду на эту сделку просто с ними. Это будет, ну, немножко некрасиво, все равно, блядь, их, получается, еще и в мусажню сдадим, блядь. Вот, друзья, что, я, наверное, обращусь ко всем вам. Поддержите, пожалуйста, наш канал своей подпиской, своим пальцем вверх и своим комментарием. А, кстати, у нас, по-моему, по 111 сроки годности, блядь, неограничены, блядь. Он тут сейчас нарассказывал, блядь, нахуй на 15, блядь, наоборот себе, блядь. А, не, я шучу, там у них пятерка, блядь, и уже все. Вот, друзья, в общем, большое спасибо вам всем за просмотр. Ставьте пальцы вверх, веруйте в Бога, занимайтесь спортом. Всех обрю, друзья, всех обнимаю. Синдикат с вами, до скорой встречи, быть добры. Знаешь Янгтрапу? Кто? Янгтрапа, это вот такой есть. Питерский Янгтрапа. Ну, нет, не знаю. Он сегодня просто сдох от новой коты. Ну, бывает, чё ж. Мне так похуй, он за изнасилование сидел, за барыжничество, он такой ебнутый, нахуй. Сегодня откинулся в Питере. Ты знаешь, кто никогда в жизни не дрочил? Кто? Никвутич. Это кто такой? А такой есть без рук, без ног, знаешь. Блядь, я это ставлю, ходит в кино, я это ставлю. Пацаны, скажите мне, какая вот из этих двух бумажек выглядит привлекательнее. Наверняка вот эта. А сейчас смотрите видео, как из этой бумажки, буквально за пять минут, сделать вот такую купюру. Вот это видео, нажимайте на него и смотрите. Это будет самый полезный лайфхак, который вы когда-либо видели. Нажимайте на это видео и смотрите его до конца.